В Десногорске завершилось 99-е выездное совещание главных инженеров атомных станций под председательством заместителя генерального директора концерна Росэнергоатом, директора по производству и эксплуатации АЭС Андрея Дементьева. Два дня технические руководители обсуждали актуальные вопросы, касающиеся достижения целевых ориентиров 2021 года, обеспечения безопасности и эффективности работы энергоблоков, качества ремонтных компаний. В завершении совершили обход первого энергоблока Смоленской станции. Это, по сути, первое совещание в таком мощном формате, которое мы провели уже практически за полуторагодичный период, когда мы все начали жить совершенно в других условиях, условиях, по сути, пандемии, и когда вот такие живые контакты, они были крайне ограничены. Ну и учитывая, что этот формат, он наиболее эффективный, мы постарались на это совещание вынести самые животрепещущие, самые важные и фокусные для нас вопросы, которые надо обсудить вот в этой аудитории. Одна из приоритетных тем, которым главные инженеры традиционно уделяют повышенное внимание – эффективность ремонтных компаний, от которой напрямую зависит выполнение основного государственного задания производства электроэнергии. По словам заместителя генерального директора Андрея Дементьева, крайне важно грамотно планировать ремонты и выполнять их в установленные сроки, чтобы избегать форс-мажорных ситуаций, когда их устранение требует применять ручное управление. Еще одной темой нашего совещания было то, как мы отработали в этом первом полугодии 2021 года. К сожалению, для концерна это очень непростой оказался период, и, конечно, мы очень много времени уделили тому, почему это вообще произошло, как сделать так, чтобы это ни в коем случае не повторилось в будущем, и что надо сделать для того, чтобы помочь решить те проблемы, которые у нас сложились на той или иной станции. Во втором полугодии необходимо приложить максимум усилий на всех площадках, чтобы выполнить планы по выработке. Среди шагов, значившихся в программе, повышение уровня производства электроэнергии, оптимизация ремонтных циклов, а также сроков проведения эксплуатационного контроля металла на энергоблоках с водоводяными реакторами, сроков и объемов работ по управлению ресурсом графитовой кладки на РБМК, снижение потерь в теплообменном оборудовании, модернизация с целью повышения располагаемой мощности, эффективное использование методов ПСР. Еще одной темой совещания, которая для концерна более чем актуальная, стало взаимодействие с Ростехнадзором как в плане обеспечения федеральных норм и правил, так и с точки зрения лицензионной деятельности. Как отметил Андрей Дементьев, очень важно привлечь атомные станции к активной позиции в формировании нового функционального направления, которое будет отвечать конкретно за выполнение требований, анализ отступлений, реализацию компенсирующих мероприятий. У нас сейчас идет достаточно такая серьезная структурная реформация в концерне в плане именно технического блока. У нас выделено отдельное направление, связанное с пуском и вводом в эксплуатацию энергоблоков, новых энергоблоков, причем не только внутри России, но и за рубежом. Следующее сотое совещание планируется провести на Курской АЭС в четвертом квартале. Все поддержали идею сделать юбилейную встречу знаковым событием, отдать дань памяти и уважения людям, которые стояли у истоков, закладывали школу главных инженеров.